Новую школу в деревне Степанёнки ждали долго. Когда год назад здесь началось строительство, жители обрадовались. Для своих детей они старались работать. Местное сельхозпредприятие – одно из успешных в районе. Давно уже у нас школа прохудилась старая. Ремонта давно уже требовала. А тут новая школа очень даже кстати. Хорошо. А детский сад? Детский сад тоже. Там всё у нас тоже уже. Дети маленькие, детей много. А скажите, разве это не чудо? Школа новая открывается. На открытие школы в Степанёнке приехал глава Удмуртии Александр Соловьёв. Его встречали хлебом, солью и перепеченью. В ответ Соловьёв пожелал школьникам хорошо учиться и пошёл смотреть, какие условия для учёбы создали для подрастающих кесских жителей. Стоило только мечтать на современные компьютеры. Сколько компьютеров поставлено? Шесть. Под одной крышей разместились школа на 72 места и детский сад на 35. Малышам места достаточно. Их как раз 35 человек. А вот школьников уже 116. Директор по-хозяйски определил. В старом здании остаётся начальная школа и кабинеты для обучения трактористов. Если раньше у нас никаких тёплых туалетов, допустим, не было водит, то сейчас всё как в городских условиях почти. Мы имеем компьютерный зал, класс, в котором мы находимся. Кабинеты, классные комнаты. Мастерские для технического труда для мальчиков с новыми станками, с новыми верстаками. Кабинет обслуживающего труда для девочек тоже со швейными машинками, манекенами, холодильниками. Руководитель школы заверил, что первые уроки начнутся завтра. Молодой педколлектив, почти полностью выросший здесь, на Степанёнковской земле, вместе со своими воспитанниками готовы осваивать новые кабинеты. Здесь учатся дети не только из Степанёнок, приезжают из соседних деревень. В прошлом году сдали первый школьный маршрут. Теперь ратуют за открытие новых. Я рад, что республика смогла помочь этому передовому хозяйству Кесского района. Они заслужили эту школу. И школу построили действительно, и строителям хочется сказать огромное спасибо. Красивая школа вместе с детским садиком, со спортзалом. Вот мы часто говорим, это храм знаний. Там, где сегодня появился вот этот храм знаний, там село будет развиваться дальше. Открытие школы в Кесском районе не последнее в этом году. До Нового года еще три детских сада примут воспитанников. В Болезиной, Кшурбодии и Сюмсях. А Степанёнковцам Александр Соловьев пообещал приехать весной, чтобы решить, что делать с их плохими дорогами. Ксения Мороз, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Все прошло и уже не вернется. Завершить. Говорят на свете.